Только вот сейчас едем и, знаете, осознаем, что мы сегодня еще не ели. Мы в автосалоне пили кофе, который шмурдяк, причем лютый шмурдяк. Нигде не останавливались, не заезжали, вообще утром не завтракали и очень хотим кушать. Нам нужно, во-первых, заправить машину, потому что она, ну, с автосалона там было у нас в баке чуть-чуть, и мы залили еще 10 литров, у нас была канистра своя. Вот нам нужно пополнить баланс в канистре, и нам нужно заправиться до полного. А сколько бак здесь литров? Мы еще не знаем. В общем, мы сейчас выехали из Казани, ничего не покушали, будем искать место, где можно покушать, очень голодные. Ну и, честно сказать, конечно, у нас потрясение, мы сами в шоке. Кто-то пишет, может, это была запланированная акция, я вас умоляю, мы сами в шоке от того, что мы сделали, просто нам очень хочется в отпуске, мы сделали все для того, чтобы мы в него попали. А что делать? Руки-палки. Вот, ну, если так сложились обстоятельства, если там машина не едет, у нее коробка полностью, все, не подлежит ремонту, так случилось. Ну что теперь? Ну, железка подвела, ничего страшного. Ну, конечно, неприятно, конечно, это затраты и все, а кто-то еще пишет там, откуда бабки. Ребят, никто не отменял банки, никто не отменял работу, все работаем, я не пойму. Ну, такие вопросы тоже некорректно, откуда бабки, ну, откуда не уважили, и, слава богу, правильно, согласитесь? В общем, мы едем, кушать хочется, остановимся, будем кушать. Я, если честно, у меня аж руки тряслись, пока мы это все оформляли, у меня тряслись руки, я до сих пор, мне кажется, я не верю, что мы едем в новой машине. Виталь, ты вообще понимаешь, что мы едем в другой машине? Я нет, я как будто бы вообще не в новой, я в своей старой. В старой? Да, стараюсь так думать. Нет, пусть лучше это та там, а это здесь, в новой. Все, мы едем, ура, слава богу, я рада. У нас с пятницы все время это сплошное потрясение, что мы не могли понять, это улетел аж куда-то. А машина, да? Да, да, штамп, увидите, машина далеко, эгоистая. Вот, у нас с самой пятницы потрясение, что она сломалась, что у нас весь отпуск пошел на смарку, что мы не понимаем, как мы из этой ситуации выберемся. Когда мы вчера узнали про стоимость, что это 200 тысяч, у меня вообще, у меня холодный пот, понимаете, со лба сошел, и я просто, да ладно, 200, ладно, хорошо, мы бы их заплатили, если бы это было, вот нам сказали 200, мы эти 200 положили, и мы уехали. Нет, это еще ремонт месяц, а то и больше, пока эту коробку привезут, пока ее поставят, пока там все это присаляете, ну, то есть, ну, все, сели и сидим в Казани. А плюс ко всему, ту квартиру, которую мы отменили, кстати, мы забронировали, бронь так и осталась, мы, оплата осталась, ничего мы, естественно, не забирали, мы не вселились. Сутки квартиру, которую мы бронировали, стоит 4 тысячи рублей, вот и умножьте 4 тысячи на 30 дней, это уже 120 тысяч, правильно? Это прожить только в Казани, потому что, ну, а как по-другому? Ну, и смысл? В общем, мы решили, что это самый такой подходящий вариант, и больше не заморачиваться, просто-напросто поставим новую деталь, которая будет на той машине, и потом ее продадим, и все. Ну, я в шоке до сих пор, у меня до сих пор вот колени трусятся, на новой машине ехать страшно, потому что она совсем другая. Ну, и вообще все по-другому теперь. Светослав, мы позвонили, ему сказали, он вообще обалдел, говорит, в смысле новая машина старая, где, я говорю, она там будет ремонтироваться. Ладно, главное, что все живы и здоровы. А, и, кстати, коту мы терли пузо, мы хотели, чтобы ее починили машину, мы не загадывали новую, мы перестарались маленько, нет? Перетерли, надо было чуть-чуть, понимаете, слегонца, а мы ни хера себе потерли в две руки, потом я всех лягушек там поперещупала около ЗАГСа, чуть до яиц не поперлось. А, кстати, я коту тер, желание другое загадывал. Как, ну, другими словами и вот такими, что, может быть, это и оно избавилось. Какие слова ты говорил, подожди? Я говорю, просил его, чтобы он нам дал возможность закончить отпуск без происшествий. Нормально, значит, я стояла, говорила, господи, пожалуйста, и кот. Ну, я имел в виду в голове, как это было, чтобы машина отнимать. Пожалуйста, дай нам починить нашу Колымагу, чтобы мы на ней уехали. Ага, он говорит, дайте нам возможность доехать. Ну, куда ты сказал доехать? Ты что, снова проболтался? Нет, в отпуске. А, слава богу, я думала он снова... Ну, в общем, мы едем. Все, мои сладкие, едем.